Всем привет, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Гробал, это игра Satisfactory, экспериментальная версия, третий апдейт, в котором изменили механику всех агрегатов и станков, которые мы с вами строили раньше. Собственно, поэтому я и начал новое выживание, прохождение, чтобы заново построить завод и узнать все возможности вот этого третьего апдейта. Ну и в прошлой серии, как вы помните, мы построили три самых необходимых линии, которые мне уже дают самые цены и необходимые ресурсы. Это проволочка, да, можно вот так вот пополнить свои запасы. Это, конечно же, стальные пластины, из которых строится здесь практически все. Ну и самое главное для меня это цемент. Самое главное, потому что я планирую полностью здесь вот целый городок, короче, хочу создать. В первый раз мы с вами строили такое компактное, скажем, фабрику завод выживания. Там было расположено все вместе, а в этот раз я хочу, наоборот, развернуть и построить весь город. И напоминаю, друзья, что у нас прохождение интерактивное. Это значит, что именно вы влияете непосредственно на все моменты ключевые и особенности нашего выживания. В прошлой серии я создавал опрос во славящей подсказке, как вот использовать вот это классное строение, которое нам здесь подвернулось. Мы построим здесь космический лифт или перенесем сюда свою базу и сделаем внизу подземный, скажем так, гараж. Ну и большинство зрителей проголосовало за то, чтобы сделать, а, блин, не хватает места, да, чтобы сделать здесь подводный, вернее, подземный гараж и база наверху. Мне очень тоже нравится это решение, поэтому начинаем реализовывать. Кстати, друзья, посмотрите, может быть, я подзабыл, конечно, но появилось у нас три типа фундамента. Мы их с вами можем поставить на 5, 6 и 7. А вот это, я думаю, на 8. И я начну строить. Совсем появился маленький, 8 на 1 метра, но, к сожалению, вот не совсем правильно это сделано. Посмотрите, что самый тонкий фундамент занимает 6 цемента, вернее, требует 6 цемента, что средний, что самый большой. Не совсем, я считаю, правильно, можно было бы сделать, допустим, 2, 4, 6 и тогда было бы идеально. Ну, в общем, ладно, как бы это все отступление. Я начинаю застраивать эту местность, вот этот фундамент основания, чтобы перенести базу. Красивенный закат на неизведанной планете. И, друзья, я немножко увлекся и сделал здесь просто огромную платформу. Хватит, мне кажется, на все. И на наш штаб, и на первое время, наверное, даже и космический лифт поместится, потому что очень много места. И посмотрите, какая красота. Здесь уже кроны деревьев, заканчивается все вот в таком вот свечении. И здесь мы с вами будем смотреть, все видеть. Далеко сижу, высоко гляжу. Вернее, наоборот, высоко сижу, далеко гляжу. Да, так получается. А вот так, кстати, увидели, что там есть слизень. Нужно будет обязательно забрать. Но местность, конечно, это дюны, друзья. Новая стартовая локация, кто не знает, в апдейте номер 3. Но местность просто очень красивая. В общем, в принципе, платформу я построил. Теперь нужно осталось единственное. Построить спуск, чтобы мы смогли отсюда спуститься. Ну, строить будем по уже проверенной технологии в прошлом выживании. Вот такой вот берем штуку и вот так вот строим. Сейчас я построю этот спуск. Я надеюсь, у нас здесь потом получится гонять на байке. Чуть не сказал на тракторе. На тракторе это такое. А вот на баге гонять будет, мне кажется, вообще в самый раз. Ну и последние штрихи. Уже заканчиваю. И, как вы видите, здесь немножко мы уперлись. Но, в принципе, дорожка тройная и хватит. Что же, можно вот так вот зайти полюбоваться. Теперь у нас есть отличный широкий заезд. Здесь можно заезжать всем чем угодно. Теперь, в принципе, проблема вышки отпадает. Можно ее пока что брать. Ну и будем, друзья, переносить. Будем переносить наш хаб. Сейчас посмотрим, как это все дело выглядит со стороны. Вот так вот. Вот такое у нас грандиозное строение получилось. Постаментик для нашей будущей базы. Что же, я сейчас вот достаточно... Да, почти весь цемент ушел. Посмотрите, сколько у меня ушло цемента. Единственное, чтобы это все дело перенести, здесь же все-таки и ящичек, и все. Нам нужно прокачать следующий один из рангов. Сейчас вот, вот такая. Полевые исследования. Давайте это все дело сейчас прокачаем. Посмотрим, что для этого нужно. Для этого нужно всего лишь, получается, вот 300 проволочки. Потом стальных пластин закидываем. И остается сделать 300 винтов. И винты готовы. 300 штучек. Все как и надо. Забрасываем винты и смотрим на отправление очередной капсулы. Да? Улетаешь ты? Улетаешь. Ну, ночью это выглядит еще эпичнее. Посмотрите. Мне кажется, и добавили эффекта вот в таком вот ночном виде. Это вообще бомбезно. Полетело. Полетело на орбиту корпорации Фиксит. Бомбово. Бомбовая графика в игре. И, в принципе, требования такие себе тоже не слабенькие. Так, хорошо, друзья. Капсула полетела. Теперь мы, получается, сможем строить ММА, конечно, который поставим. И посмотрим, для чего он нужен. Теперь мы с вами сможем строить личные ящички для хранения. Вот ради этого я и устраивал это все. Ну, а стен... Кстати, в этот раз я хочу использовать и стены. В этот раз хочу использовать вообще все. Так, смотрим, что нужно для ящичка. Вот, отлично. Сейчас пару ящичков нужно было бы их там сделать. Но я сейчас пока что там один-два создам здесь ящичка. Просто переброшу сюда все, что... Да, вот так вот. Переложить все. Все, что мне пока мешает. Разберу все, что с хаба мешает. В принципе, можно было бы это и не делать. Оно бы осталось на земле. Но в ящичках, так скажем так, надежнее. Надежнее это все дело будет. Тем более, мы эти ящички обязательно с вами применим. Я вот не помню, не пропадет ли моя биомасса или пропадет. Давайте я ее пока что вот так вот заберу. Кстати, друзья, вы мне писали, что я много использую этих генераторов. Зачем так много? Ну, я собираюсь еще прокачать линии. А как, на чем этот работает? На святом духе просто, да? Поэтому пока что будет вот так вот. Так, разбираем, друзья, этот хаб. Хаб разобрался. Но линия, слава богу, не пропала. И все продолжает работать и функционировать. Я надеюсь, вы не против, что я снимаю ночью. Потому что ночи в игре здесь тоже очень красивые. Единственное, кто-то очень правильно подметил, что теперь в игре ночи и дни стали очень длинными. У меня тоже такое чувство, что в игре продлили длительность, скажем так, времени суток. Потому что очень, кстати, быстро стало это все дело не заканчиваться, как раньше. В общем, как-то так. Так, где мы с вами построим? Оставим, если что, место. Я не помню, сколько там он занимает этот лифт космический. Давайте пока что далеко не ходить и построим наш хаб. Ну, где-то, 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 где-то. Где-то, где вообще наш хаб? Наш хаб построим пока что вот прям здесь. Прям вот так вот и сразу. Если что, всегда можно его будет перенести. Так, где у нас получились капсулы? С этой стороны, с той стороны генераторы. Давайте нет. Давайте, наверное, наоборот. Да, блин, капсула уже садится. Давайте, наверное, это все дело наоборот. Развернем и перестроим. И капсуле некуда садиться. Да, так. Теперь я полностью его вот переверну. С этой стороны построю, поставлю. Если что, мы туда будем бросать линию, подсоединять наши генераторы. О, вот так вот, да. Вот так вот будет получше и попривычнее. Все. Генераторы есть. Капсула, садись. А, уже с капсулой. Она сама села. Все, 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 все. Отлично. Так, ресурсы есть. Я все забрал из ящичка. В ящички сами разобрал. И строим здесь мастерскую. Да? Вот прямо здесь. Наверное, в одну линию. В принципе, можно или, или, или вот где-то так. Так, мастерская для создания. Теперь можно там ходить, крафтить. Тут можно крафтить. Все, можно крафтить. Так, что еще мы с вами построим? Верстак. Нужен нам, не нужен. Мне кажется, там делается, верстак есть уже в мастерской для создания. Это более такой переносной, перепоходной. Скажем так. Но, в принципе, можем с вами сравнить. Да? Верстак, он же есть. Да, это тот же самый, что есть в нашей капсуле. Это более, скажем так, походной вариант. Так, друзья. И я предлагаю еще построить самое необходимое, то, что у нас появилось. Это ММА. И посмотрите, что же это за ММА такой и для чего он, в принципе, нужен. Да? Да, вот так вот. Строим еще ММА. И посмотрим, что же это такое. А это, друзья, это сканер. Это сканер. Посмотрите, это тот самый сканер, который был у нас раньше в нашем блоке отдельно. Набыл он в нашей, скажем так, капсуле. Кстати, а капсула сама преобразилась. Вы посмотрите. Здесь всякие все-все-все. Цветной туалет стал. Красные стены. Постер появился. Да, мы же хаб прокачали по максимуму. Потолок стеклянный, или мне так кажется? Или это просто баг? Ну, пока что. И вообще рабочее место вообще преобразилось. Да, капсула очень поменялась. Разрабы что-то там чудят. Да, странно. Стеклянный потолок. Это прикол просто. Давайте сверху построим. Посмотрим. Нет, здесь не стеклянный. А внутри он кажется как будто стеклянный. Да? Ну, это просто прикол. Ладно. Хорошо. Но это нам не важно, друзья. Это не суть. Есть у нас ММА. Вот ММА, который в принципе даже, я так понимаю, не нужно подключать вообще. Даже к энергии не нужно подключать. Есть себе и есть. Ну, прекрасно. Так, давайте вкинем сюда что-нибудь и проверим. Тем более, я все забрал с ящичка. Вот, допустим, положим сюда эту штуку. И, 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 и вот пошло исследование. Но, наверное, прикол начать исследование. Начать исследование. Три секунды и готово. Смотрите, как быстро анализ завершен. Теперь нам нужно, что это такое? Инопланетный. Да, блин, я не вижу. Мне кажется, это... А, разблокированный рецепт, наверное, биомассу, как вы писали. Можно с инопланетного панциря делать. Что же, отлично. У нас есть вот еще такой инопланетные органы. Давайте забросим. Блин, а что ты не забрасишься? Вот, начать исследование. Инопланетные органы пошли. Что разблокировалось? Сейчас посмотрим тоже рецепт биомассы. Затем, я так понимаю, можно бросить, да? Или как его вбрасывать? Можно бросить саму биомассу. Исследовать. Посмотрим, что это даст нам. Анализ завершен. И, е-мое, вы посмотрите. Арматурный пистолет. Увеличенный пояс для инструментов. Только не пойму я, как его исследовать. Время исследования. Наверное, нужны... Ага, я понял. То есть, чтобы мы это получили, нам цена, я так понимаю, этого исследования, да? Это закрыто, это закрыто, это закрыто. То есть, допустим, пять панцирей, тысячу проволоки. И у нас получится увеличенный пояс для инструмента. Насколько я понял, так. Так, биомасса у нас есть. Почему? А, три штучки. Вот так вот. Понятно, что же интересно. Цветочные лепестки пока у нас есть. Где-то их хранятся тоже. Давайте, я так и не понял. Вот так, просто нажимать, да, и начать исследование. Ничего не надо забрасывать. Смотрим, что сейчас. Вот откроется, анализ завершен. Открылись красящий пистолет. Ну, это такое, красить базу. И патроны для пистолета. Окей, питательные вещества, ягодки у нас есть. Давайте, даже не надо закидывать. Просто наводитесь, все. Главное, чтобы были в инвентаре. Я понял. Три минуты исследуются. Ягодки. А можно одновременно? Да, нет. Все-таки, к сожалению, по одному. По одному сканированию проводится. Окей, хорошо. Что же. Давайте двигаться дальше, друзья. Давайте двигаться, двигаться дальше. Чтобы не было у нас простое. Ну и закончим, конечно же, логистику. Потому что она нам даст конвейерные разведки соединителей. И продуктивити дисплей. Так, хорошо. Давайте выбираем, значит, эту цель. И делаем, получается, 150 пластин. Блин, немножко меня сбивает вот этот новый интерфейс. Так, 78, 300. Понятно. А сразу делать только прутьев. Ну, я пошел собирать свои прутья и ресурсы. Где-то там, блин, а что, проставят мой завод? Да, наверное, закончилась биомасса. Значит, снова надо кинуть биомассу. Но теперь-то мы можем делать, друзья, биомассу. Подожди. Но теперь-то мы можем делать биомассу из, посмотрите, из листвы. Во-первых, я там делаю немножко 30 листиков весь. А также можем из инопланетного панцира. Всего 2 панциря и 200 листвы. Это же мега круто. Плюс из древесины я вот сейчас доделаю. И смотрите, теперь появился стимул теперь убивать этих свинок-брюхов. Или как, короче, бегающих этих рыкающих собачек. Теперь есть смысл их валить. За одного зверя, получается, вы получите как минимум 200 этой биомассы. Это же круто. Для начала игры, мне кажется, это вообще крутяк. Вот даже у меня серая есть. Круто-круто. Так, ладно, жду пока там все дело проверится. А я пока сгоняю за железными прутями. Я, значит, пришел здесь по пластине или железной слитке. И посмотрите, кто бродит. И я вот думаю, раз он бродит, так он прям сразу и получит. Потому что теперь-то, друзья, выгодно убивать этих собачек. Да, свинобрюхов, свинокрылов. Я не знаю, как еще их назвать. Короче, покатился. Мы его убили. На одном хпшечке, конечно, остались. Но я теперь получил два панциря. Один? А что так мало? Один панцирь, а это 100, значит, друзья, биомассы. Что же? Это выгодно. Кстати, у меня здесь остался майнер. Я его тоже немножко лутаю. И здесь лутаю. 200 пластин. Пора, пора, конечно, уже строить другие эти коллипальщики, конструктора, которые будут делать все это. Но, друзья, я не хочу. Я в этот раз хочу совершенно по-другому. Я это все дело пока что вот так вот использую. Я не собираюсь оставлять здесь на постоянке. Я хочу все по-другому сделать. Но для этого мне нужно, конечно, топливо. Мне нужно постоянное топливо, а не биомасса. Так, почему не взять эти листики, а не биомасса? Поэтому пока что оставляем вот в таком вот все в печальном виде. Зато мы сейчас будем прокачивать уровень свой тира. Да, тир 2. И сказали, ребятки, в комментариях, спасибо большое, что помогаете, что на третьем уровне должны появиться угольные генераторы. Правда, с ними уже другая проблема. Не так их просто подключить, как раньше мы это с вами делали. Но когда нам это удастся... Да, что, места нету, ладно. Но когда нам это удастся, тогда уже будем полностью расстраивать наш завод и перестраивать нашу базу, как нам заблагорассудится. А пока что вот так. Подождите, у нас там что-то изучилось, наверное. Давайте смотреть по уровню исследования. Что там у нас вообще выучилось, не выучилось, что у нас есть. Анализ завершен. Окей, полеоягода. Так, смотрим, что еще можно выучить. Можно выучить вот такой вот орешек. Тоже 3 минуты и погнало исследование. Кстати, когда мы эти все 3 штучки выучим, а как раз вот один у меня грибочек и есть, тогда что-то, что-то там откроется. Но окей, пусть себе учатся. Я не спешу. Кстати, можно было... Ну ладно, потом. Хотел ящичек там построить рядом. Хотя, в принципе, вот есть ящик. Можно такие штуки все сюда, как обычно, я и сбрасываю. Так, ну а мне нужно, друзья, доделать 78 прутев железных. И тогда мы с вами прокачаем следующий ранг. Доделал я, друзья, прутев, но, честно говоря, это меня замахало все делать вручную. Надо, надо срочно уже строить линию. Так, хорошо. Что у нас получается? Появились прутя. Давайте запустим очередную капсулу. Разблокируем это достижение, скажем так, да, очередной ранг. И она улетает там 4 минуты, ее не будет. По идее, у нас уже должны появиться разветвители. Сейчас смотрим, что они, где они появились. Так, конвейерные лифты появились. И, конечно же, разветвители и соединители. Да улетай, что ты там гудишь так долго? Улетай, полетела. Все, это отлично. Смотрим. Ага, так, ладно. Пока что эта капсула полетела, друзья. Честно говоря, я замахался делать прутья. Нужно будет сделать одну мини-конвейерную линию еще и на прутья. Потому что, ну вообще, подожди, а где у меня был майнер? Я же помню, где-то у меня был, что... А, вот, если у меня вручной мая. В общем, я собираюсь, друзья, таки подключить четвертую линию. Тем более, запас генерваторов есть. Вот эти еще генераторы у меня не подключены. Можно, кстати, это исправить. Можно взять вот и подключить. Так, разбахнуть. Так, электросеть. Ё-моё, кобелей нету. Как так? Где мои все кобеля делись? Так, что нужно, чтобы сделать кобеля? Так, кобеля вот так. Вот куча проволоки у меня есть. Так, значит, сейчас я наделаю кобелей. Потом подключу два своих вот этих генератора на хаби. А потом у меня планы такие. Я отправлюсь искать еще одно ближайшее месторождение железной руды. Там поставлю первый бурильщик. Один конструктор. Только конструктор этот... Даже на два конструктора. Да, сразу на железные пластины. А потом на прутья. Значит, два конструктора поставлю. Приведу эту линию к себе на базу. И построю четвертый склад. Опять же, временное решение. Потому что, ну, чисто для того, чтобы делались еще и прутья. Я замахался их делать уже вручную. 200 у меня есть. Цемент есть. В принципе, более-менее норм. Так, соединяем это все дело. Бросаем вот сюда. Вот так вот сюда. Смотрим, что у нас по биомассе. По 100 штучек по-братски. Поделимся. Раз сюда бросим. И два сюда бросим. Теперь это все дело... Нужно было, наверное, соединить, а потом бросать. Ну, да ладно. Так, это все дело. Столбик поставим сюда. Этот... Стоять. Этот запитаем. Вот с этими столбиками. Ну, а тут вниз, кстати, получится спуститься. Как-то я так лесенку построил. Не получилось, да? Так, ну и нам нужно подвести к, скажем так, следующему столбику. А можно даже... Хотя нет, наверное, не получится. Да? Тут четыре. В общем, сюда подвожу столбик. Запитую с этого столбика. Вот сюда. В общем, с этого бросил на другой столбик. Все, они все в одну линию подключены. Даже много есть запас мощности. Я отправляюсь, друзья, на поиски сканером железной руды. Первую, где найду еще. Вот туда пикнуло. 182. 220. Ну, вот, я думаю, 160 метров. Отлично. Там мы и построим. В той стороне тем более будет удобно. Ага. Понятно, понятно. А ты нас ждешь и встречаешь. Ну, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мы тебя все равно убьем. Убьем. Как ты ни крути, но мы тебя убьем. Вот еще один панцирь, 100 биомассы. Ходячая биомасса, блин. Так, листики, листики, листики тоже пойдут. А это, кстати, это, друзья, железная руда. Ну, то, что надо. То, что нужно. Короче, строим на этом источнике, где наш майнер первого уровня. Буровую установочку. Вообще, все отлично. Все рядышком получается. Единственное, здесь построится... Давайте в эту сторону тогда развернем. В эту сторону точно построится разбуровая. Потом строим конструктор первый, да. Можно забазироваться вот так вот. Хотя бы так. Конечно, фундамента нету, поэтому здесь все так вот кривенько получается. Так, базируйся. И конструктор два. Норм, норм. Так, все это дело соединяем той линией, которая у нас есть. Так, раз. Конструктор. И два конструктора, да. Так, теперь, конечно же, сюда нужно привезти питание. Приведем питание от меди. Тут совсем рядышком. Это не сложно. Так, еще один столбик построим. А, вообще, зачем построим? Можно вот так вот прям сразу с линии. Эх, четыре подключения. Окей. Возьмем вот с той линии. Так, подключаем. Здесь пошла вот такая разводочка, скажем так, сюда. Вот, кстати, там еще медь. Короче, здесь все рядом. Удобно. В общем, мне нравится. Это дюна единственная, конечно, что это, блин, конечно, друзья, это то, что здесь мало биомассы. И в самом начале будет, конечно, сложновато. Но потом, вот именно потом все будет как надо. Да, главное это пережить. Получается, это первый момент. Но я думаю, мы с вами его, конечно же, переживем. Так, два конструктора. Здесь все запитано, все запитано. Так, ну что, выставляем, получается, этот конструктор на... Протупил, извиняюсь. Быстро реабилитируемся. Оказывается, друзья, не конструктор, блин. А первую-то плавилочку. Что-то я вообще... Так, первую ставим плавилочку. Ну ничего, господи, подумаешь. То же самое. Просто в линию вбахнем плавилочку. И все будет крутяк. Вот, смотрите, забазировали. Все нормально. Сейчас все исправим. Первую плавилочку. Отлично. Что-то я перепутал с другим рецептом. Окей. Значит, первую плавилочку ставим на железные слитки. Все дело сейчас должно пойти. Запитаем тебя, конечно же, плавься. И теперь выставляем железные пласти... Нет, не, подожди. Какие железные? Я железный пруть. А вот ради этого я тебя, в принципе, сделал. Можно, значит, где-то еще один источник найти и пустить винты. И, ну, блин, есть ли смысл, не знаю. Потом, если что, будем винты перегонять. Пока что, друзья, давайте дойдем до... Боже мой, до угольных генераторов. Сделаем все постоянные источники энергии. И тогда уже будем строить, экспериментировать, развиваться так, что просто, мама, не горюй. Построим здесь целый город, по которому мы будем передвигаться только, я так понимаю, на машине, да? Ну, на нашем баге, как минимум. Посмотрим. А, кстати, можно еще не только баги создать, но об этом позже, да? Так, я веду конвейерную линию, друзья. Сейчас мы с вами там быстренько забабахаем. Наверное, вот так вот. Забабахаем четвертый складецкий, построим его рядом, и уже нам будет полегче. Так, иди сюда, вот так вот, куда-то сюда. Сейчас здесь будет у нас четвертый склад на очереди. Стройся. Так, логистика, производство, организация, да? Контейнер для хранения. Базируем его так же самое. Ну, здесь, конечно, все криво, потому что нет пока что фундамента. А фундамент я буду строить, но по-другому. Все. И пойдут сейчас у нас наши эти железные прутья. Все. Мне будет несколько полегче. А я, друзья, отправляюсь смотреть. Так, пошли прутья, прутья, прутья. Вот, пошли прутья. Все отлично. Значит, приход прутьев у нас будет. Короче, нормально. С этой проблемкой разобрались. Теперь смотрим, что мы с вами будем прокачивать. Но мне, конечно, моя цель. Иди сюда сюда. Моя цель как можно быстрее. Давайте дойдем до угольных генераторов, запитаем их, а потом уже будем развивать нашу фабрику. Так, что-то у нас новое появилось. Да нет, в принципе, нормально. Можно инопланетный панцирь перегнать, листву перегнать. И чуть-чуть такие биомассы мы еще с вами получили. Так, капсула вернулась. Посмотрите, первый уровень закончат. Сборка деталей нам еще рано. Расчистка. Хочу. Цепная пила. Хочу. Твердое биотопливо. Хочу. Инвентарий слот. Хочу. Обязательно. Так, это рано. Утилизатор тоже, блин, хочу. Но, наверное, рано. И конверные линии. Да. В общем, в принципе, норм. Можно строить. Можно вот это было бы все дело здесь. Делать как раз еще и цепная пила появилась. Но давайте посмотрим, что нужно для, друзья, для, 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 для космического лифта. Итак, смотрим. Как раз прутья, производство прутьев мы наладили с вами. Будем ждать. Производство проволоки идет. Пластины есть. И цемент есть. Ну, то, что доктор прописал. В общем, я подожду, пока нас собирается 400 железных прутьев. И можно строить компьютерный лифт. Ну, а пока он там строится, я предлагаю, так как здесь немножко другие ресурсы. Да, блин, куда ты сбился? Я предлагаю, друзья, такие вот сделать расчистку препятствий. Здесь появится цепная пыла. Если что, я сразу могу бурить деревья. Появится твердое биотопливо. В общем, мне кажется, то, что нам нужен на данный, блин, момент язык заплетается. Единственное, что здесь у меня все есть, все бы легко и просто, но винты. Доделаю я уже последние винты, как вы видите. И ровно 500 штучек есть. Все. Это значит, что мы с вами можем прокачать вот эту штуку. Да, да. И очередная капсула отправляется на орбиту корпорации Фиксит. Ну, а у нас в инвентаре, вернее, даже не в инвентаре, посмотрим, что, кстати, здесь что-то появилось. Здесь, в принципе, наверное, ничего, да? Но должно появиться было в нашем верстаке. Сейчас вот посмотрим сканер объектов. Кстати, я его до сих пор не посмотрел. Ксено-шокер. И вот она, друзья, ручная пила. Смотрим, что для этого нужно. Опять же, эти винты. Ё-моё, блин. Короче, это все дело есть. Это все дело есть. Две укрепленных пластины. Опять винты. Я чувствую, что нужно конструктор ставить такие на отдельные винты, потому что задолбут. Задолбут. Так, на винты, ну, хотя бы... О-о-о, есть хотя бы чуть-чуть. Короче, опять же, перегоняю винты. Делаю две укрепленные. Ага, винты для укрепленных пластин. Да, блин, конечно, да. Печально. Нужно все-таки делать отдельное еще и производство на винты. Да, да. Потому что, блин... Ладно, я уже в этот раз доделаю вручную. А в следующий уже, наверное, отдельно поставим. Пусть и винты потихоньку копятся. Не дадут нам в покое... Не оставят нас в покое. Так, две укрепленных железных пластины есть. Сколько там винтов я подзапамятствовал, блин? Цепная пила, 160 винтов и 25 железных прутев. Понятно. Ну и, как вы понимаете, я опять решил дорваться вот до этого свинобрюха. Иди сюда! Нормально, нормально. И еще раз, и еще раз. Мне нужен твой панцирь. Спасибо. Мне нужна твоя одежда. Так, что это у нас? Еще одна же залежь железа. Короче, как вы понимаете, я решил освоить все тут залежи. Отчего им, в принципе, пропадать. И чем у нас будет в первое время больше ресурсов, да, тем будет лучше. В общем, строю здесь, опять же, майнер, плавилочку, конструктор и ставлю его на винты. Ага, построил бы ты, если бы не взял переносной майнер, блин, бур на соседнем участке. Забыл, короче, ладно. Так, строим, друзья, здесь, получается, снова бур, бурильщик. Здесь потом строим все по стандарту. Блин, ну я в этот раз не хотел так это строить. Но, как вы видите, не дает. Не дает мне без этого дела, блин, развиться. Нужно было, конечно, сразу... Было раньше проще намного с ресурсами топливными, скажем так. А в этот раз что-то вообще жестковато. Так, бросаем вот сюда ленту в плавилочку. Плавилочку мы поставим в конвейер. А конвейер это будет первый на пруте. Нет, еще один. Вот тут уже нужно, друзья, два конструктора. Здесь я уже правильно мыслю, да? Так, центрируйся, базируйся. Здесь нужен второй конструктор. И так. Так, получается, что мы с вами делаем? Так, нам бы еще... Ага, уже и вырубил. Там, кстати, есть питание или нет? Красный столбик, насколько я вижу, мне показался. Так, ну мы вот сейчас вот до этого хотя бы добросим, дотянем хоть куда-то. Так, вот сюда ставься. Вот сюда дальше подводись. И на каждое, наверное, пойдет по два подключения, да? Так, вот здесь тебя поставим. Ладно, вот здесь. И подключим. Так, раз, два. И отсюда, блин, наверное, нужно было еще. Хотя, в принципе, можно вот три. А на этот столбик четыре. Все равно это все, друзья, временные решения. Есть энергия? Нету энергии? Понятно. Опять закончилась биомасса. Ну, мы ее включим, конечно, накопаем. Главное, цепную пилу, блин, сделать. В общем, друзья, эту плавилочку ставим, опять же, по стандарту на железную руду. Этот ставим на железные прутья. Окей. А этот ставим на винты, которые делаются из прутья. И все должно заработать, как только я сделаю цепную пилу. Набурю, накопаю всего, блин, напиляю, короче, ресурсов. Перегоню в биомассу и заброшу в свои биореакторы. Боже, сколько они жрут. Они просто ненасытные. А тем временем у меня уже все готово должно быть. Да, слава богу, ты на цепную пилу. Ну, доделал я винтов, забрал железные прутья. Не так быстро они делаются, как хотелось бы. И, друзья, наша первая... Кстати, а чем мы ее будем заправлять? Только вот железная цепная пила, вернее, есть. Мы смогли бы бурить. А ну, разворачивайся, нормально так развернулось. Вот такая длинная у нас цепная пила. Самая длинная. Так, хорошо. И я думаю, мы можем ее сделать, друзья. Посмотрите, здесь у нас появилось, кстати, это твердое биотопливо. Раньше такого не было. Оно появилось только в апдейте номер 3. Давайте попробуем. Возможно, оно будет еще дольше гореть. Его будет на дольше хватать. В общем, я собираюсь испытать вот это биотопливо. Перегнал. У меня получилось, сейчас вам скажу, 160 штучек. Если поделить это на 6, это сколько у нас получится? Раз, два. Ну, 4. Это, конечно, хорошо. Можно попробовать забросить 4. Не уверен, что хватит мощности, но попробовать можно. Вместо биомассы. Так, забрасываем и смотрим. Ага, это же еще надо включить. И вот так. Сейчас вот сюда еще забросим. И посмотрим, насколько этого хватит. Но перед тем, как я пойду к остальным, я думаю, мы с вами возьмем еще и грибочек. И забросим вот этот ММА. Тоже не нужно забывать про этот сканер. Так, подожди, куда я пошел? Все-таки там должны и будут открываться новые типы рецептов. И почему бы их не использовать? Так, давайте подтвердить. Анализ узла завершен. Орех, это все хорошо. Так, питательные вещества. Вот он, грибочек у нас остался. Начать исследование. 3 минутки. И как раз вот посмотрим, что же тут откроется. Ключиком. Так, спрячь эту пилу, потому что гудит просто нереально. Дрын, дрын. Теперь смотрите, как я могу вот так вот взять и спилять орех, который мне не угодил. Да и вообще все любые деревья. Я теперь все могу пилять. Могу пилять. Все, теперь полностью можно уничтожать планету. Да, вот такая у нас печальная миссия. Ииии, вот так вот красота. Спиляли, да? Было красиво, стало некрасиво. Ну, а что делать? Нас ради этого и послали на эту красивенную планету. Так, давайте поделимся по-братски, друзья. И забросим. Сколько у нас вообще есть? По 50 штучек. А в 1.39 как-то маловато. Подожди, блин, меня вот эта теперь верхняя, напишите, как вас не путает. Меня, честно говоря, вот эта теперь верхняя штука, менюшка, это она меня, честно говоря, путает. Так, вот так получается. Да, блин, опять видите, как я смотрю туда. Нет, собери, собери это все дело воедино. Вот эти раздели. По 36, по 35 штучек получится. Забрасывай сюда. Раз. Так, теперь в этот 2 забрось еще в этот, подожди, блин, блин, да что ж ты будешь делать? В этот, ооо, здесь еще биомасса осталась. Мы тоже перегоним в твердое биотопливо. Я так понимаю, друзья, насколько я понимаю, каждый следующий ранг, ну, топливо какое-то, он увеличивает длительность горения. Ну, это насколько я понял. Если я правильно понял, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, если неправильно, тоже поправьте меня, пожалуйста. Так, ну что ж, запускаем, смотрим. И, и пошла, пошла жара. В принципе, да, потребление у нас выросло. Еще не максимально. Можно, в принципе, было бы, наверное, 1-2 выключить. Вот тех, наверное, моих. Потому что потребление у нас не такое большое. Производство 100, а потребление 40. Ну, в пике бывает около 53, я только что видел. Ну, в принципе, 2-1, можно, наверное, 1 точно можно будет выключить. И вот так бабах. Да, друзья, попробовал отключить 2, короче, этих своих на базе биотоплива. Но не тут-то было. Короче, максимум можно отключить 1. Потому что мощности, мощности возросли. И, видите, вот на пределе идем. Ладно, короче, 1 отключу, 1 оставил. Хе-хей, посмотрите, кто к нам пришел. И кто выше? Он так не пришел и смотрит. А кто же выше? Моя смотровая башня, моя постройка или он? Такой, не понял. Знаете, я здесь был самым высоким на карте. Куда-то, надеюсь, не туда. Так, друзья, практически все готово. Осталось совсем немножко подождать железных прутев. Я надеюсь, сейчас мы с вами этот пробел восполним. И, наконец-то, построим. Да, нормально. Посмотрите, все насобиралось. Даже с головой, с запасом я сейчас все наберу, чтобы мне потом не париться по этому поводу. В принципе, пластин еще достаточно. Все, норма. Куда делся вот тот длинный попрыгун, блин? Не зашел этот попрыгун на базу. И, друзья, я уже готов, в принципе, строить лифт. Единственное, хотел заглянуть вот этот сканер. Что же открылось? Мне так интересно. А что же 60%? Ключик, нифига себе. Так, а что нужно? А, ого, какие нужны ресурсы. Так, а не открылся. Посмотрите, не хватает ресурсов. Понятно, и до чего-то мы доведем. Энергослизни, кстати, нужно будет вкинуть. Сера тоже у меня есть. Ну, ладно, это уже попозже, попозже. Давайте перейдем к постройке того самого космического лифта. И, друзья, не просто так хочу перейти. Хочу перейти, потому что вы мне написали... Вот, да, вот здесь куча места, короче, вон здесь у нас появится. Вы мне написали, что именно на Тире 3 появятся угольные генераторы. И если вы меня не обманули, мы сейчас это все дело узнаем. Если не придется прокачивать еще Тир 3. Но это просто вообще грандиознейшая постройка. Посмотрите, все ресурсы с нас прям вылетают. Вкладывается вот этот лифт, и он готов. Но еще не до конца. Посмотрите, что сейчас произойдет. Это вам не капсула. Это вот прям с орбиты спускается вот такая вот желоб, труба. Не знаю даже, как правильно назвать. И пристыковывается к нашему устройству. Захваты готовы подсоединиться. Посмотрим, как это происходит. И ведь один раз в игре, если не перестраивать, вот это все дело красота творится. И есть зацеп. Есть зацеп. Теперь опускается капсула. Или подобие того самого лифта, который будет снабжать корпорацию. Фиксит нашими ресурсами, которые мы будем отправлять. И, ну, выглядит, друзья, просто шикарно. Вот, ну, разрабы. Молодцы. Так, друзья, давайте посмотрим, что нужно, что он будет здесь требовать. Нифига себе, умная обшивка. Деталь номер один. Такого точно не было. 50 штук надо. Ну, такого это уровень 3, уровень 4. Нифига себе. Умной обшивки 100% не было в предыдущих апдейтах. Это апдейт 3. И все здесь рецепты изменены. А где же взять эту умную обшивку? Потому что у нас ее не появилось. Да, мне кажется, до угольных генераторов, друзья, путь не такой близкий. Вот она. Вот она. Ё-моё. Ну, понятно. Короче, прокачивать нам еще и ассемблер строить. Медный лист получать роторы. Короче, здесь настолько усложнили рецепты, что это не так все просто, как раньше. Да. До угольных генераторов мы с вами подзапаримся. Я так чувствую, пока дойдем. Напишите, пожалуйста, как вы дошли. Сколько у вас заняло это времени. Потому что путь, я так понимаю, будет сложный и долгий. Но вот этот красавец мы, конечно, построили. Космический лифт. Зато мне место нравится, которое мы выбрали. Возможно, я здесь немножко все переверну. Разверну. У меня есть план, как сделать это место еще более эпичным. Не смотрите. Вот это все и вот то все. Оно перенесется. Оно пойдет сюда. Наверное. Ну, посмотрим. Так. Видите, какое место хватило вообще для всего. Шикарное, шикарное место. Построечка просто шикардос. У нас здесь получилась наша база и космический лифт. Совместили два в одном. Ну, что ж, друзья. Если вам серия понравилась, она у меня заняла очень много времени. Как и всегда, в принципе, занимает Satisfactory. Эта игра не быстрая. Точно не быстрая. Поэтому не забудьте поддержать лайкосиком, если хотите, чтобы следующая серия вышла намного быстрее. Комментируйте, пишите, что думаете насчет игры Satisfactory. Играете вы в третий апдейт или нет. Дошли до угольных генераторов и сколько заняло это время. Ну, а я продолжу развивать свой новый фабрику-завод. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И до скорой встречи в новом видео.